Итак, чем мне нравится село? Тем, что здесь цены не сильно большие, потому что по-другому не получается. Представляете? Население потом скажет, что ты что-то втираешь. Нет, такого нет. Чем мне нравятся сельские магазины? Тем же самым. Потому что небольшое количество населения и никто не собирается вам проезжать по ушам. Чем мне нравится Агаповка? Тем, что это ближайшее село к городу Магнитогорску. Ближе ничего и нету, по сути. Это в пределах 10 километров от города Магнитогорска. И какие цены? Чем мне нравится магазин Рыбачок, который располагается на Агаповском центральном рынке по улице Школьная 1-1? Тем, что вы сюда приезжаете, вы себе берете товар на рыбалку и едете. А по сути, вокруг города Магнитогорска очень много озер и рек, где вы можете порыбачить. Конечно, хотелось бы сделать круто. И получается, потому что есть интернет. Про вас, конечно, больше узнают, когда вы в кадре. Но когда вы в интернете, про вас узнают более того. И в скором времени у клиента будет желание рассказать о себе за одну сумму, либо показать себя в интернете за другую. А сегодня мы вам продемонстрируем и то, и другое на примере Агаповки. Чем рыбалка хороша? Тем, что вы общаетесь. Я бы рекомендовал на рыбалку ехать всей семьей. Лето, хорошо. Если хотите остаться, пожалуйста, палатки берете здесь же. Комары, ну, репелленты тоже самое здесь. А в остальном, ну, дай бог, чтобы ваш ребенок тоже что-то наловил. А если не получается, то можно все это сделать. И для хорошего отдыха, в том числе, все это для вас готово. То есть мангалы, вот тренога, представляете, вот так вешаете спокойненько и все. И уже готовите. И чем ли не эта радость? Пообщаться с ребенком и с вашей женой. В нормальной обстановке. Фидор, я не знаю, классно не еду. Я вот первый раз только мне сейчас парень объяснил, что это вроде как. Другая, ну, другая насадка совсем, она по-другому работает. Она уже вообще по-другому. Сколько лет вы занимаетесь рыбалкой? Всю жизнь. Всю жизнь? Всю жизнь. Мне 65 лет, вот я уже, 60 лет, ну, не 60 пускай, лет 50 точно занимает. Но я раньше занимался, конечно, вот на спиннинг ловил все, спиннингом, карпов. Нас равно, по многу, конечно. Но нас равно давно уже закончилось, уже в других местах уже побывал там, конечно. А сейчас вот все на удочке переключился. Вот сейчас мне вот все знакомят с этими удочками вроде как. Как это все это? Удочек здесь хватает? Удочек много, много. Выбор, конечно, большой, большой. Вообще, конечно, понятен, что рыбалка это ваша лучшая часть отдыха. Пункт номер один. Вы кроме как о рыбалке ни о чем не думаете, пункт номер два и по сути больше ничем и не надо заниматься. Только думайте о рыбалке, и все у вас будет хорошо. Вот. Если что-то не получается, то почему бы вам это не облагородить? То есть, ну, не получилось рыбалка, да? Хотя, если получилось, то тут такие сачки, что, в принципе, хватит садок. 560 рублей. Туда, так я понимаю, очень большое количество рыбы может кладить. Хотя есть еще и побольше садочки. Вот. Отдельная тема. Их очень много в действительности. Вот. Если кто-то не собирается с вами порыбать, то почему бы он может не отдохнуть просто? То есть, вот, в свое-то время я бы хотел такую штуку иметь. Вот. Замечательный огромный зонт, который, кстати, стоит еще шикарным образом. То есть, это зонт, который вставлен в стол с четырьмя стульями, представляете? Спокойненько сделали, и вас уже ничего не беспокоит. То есть, допустим, я бы вот эту штуку хотел бы иметь. По одной простой причине. Проблемка с головой. И не хотелось бы, чтобы что-то грело. Но, если что-то абсолютно не получается, вот. Если вы замечательные коптильни, вот. То есть, в случае чего, возьмете сальцо и сделаете сальцо. Ну, хотя, с другой стороны, коптильня очень хороша для рыбалки. То есть, рыбалку, рыбку взяли, почистили и закоптили. Ну, здесь бываю у них раз в неделю. А где рыбачки? А, здесь на ровчатке. Как рыбка получается? Да, всякая. Ну, цена вопроса здесь нормальная? Вас и устраивает? Да, пойдет. Ну, здесь червь немного получше, чем в городе. То есть, можно здесь брать червя, да? Можно. И червя, и опарыши. Так вот, самое забавное, это аксессуары. Дело в чем заключается? Можно, конечно, сделать небольшой магазинчик, да? Где вы можете продавать удочки и там блесны и все остальное. По сути, большого магазина-то и не надо. Но когда вы начинаете и становитесь, и развиваетесь, почему бы вам не продемонстрировать, в том числе и одежду, в том числе и сапоги, в том числе и ботинки. А, кстати, то, что мы вам в прошлый раз не показывали, так это вот стульчики. Потому что я, конечно, понимаю, что вот так стоять-то хорошо. Сможете ли вы это делать? Ну, примерно, сколько вы так простоять? Ну, вот так, почему можно простоять? Ну, так, ну, так, ну, так. Ну, вот, ну, так не надо, естественно. Вот, спокойненько взяли. Маленький такой стульчик. Хорошенький маленький стульчик. Сели на него. И уже и не ноги не напрягаются, ничего. Кстати, стульчики в большом количестве и в ассортименте, они уже здесь есть. Нечасто я вижу человека, который занимается рыбалкой. Вы рыбалкой занимаетесь? Да, очень часто ездить. И с мужем мне это нравится. Это получше любых клубов, дискотек. Там отдыхаешь душевно, физически. Как бы сама рыбалка многих привлекает. Давайте все-таки определимся. Клубы, дискотеки. Что это такое? Ну, пьянка, гулянка и все остальное. С утра встаешь, башка круглая. Потому что гулянка до утра практически происходит, да? А на рыбалке какое ощущение? Легкости, наверное. Радости. Голова точно от нее не болит. Как бы только удовольствие, да и двойное удовольствие. Пришел домой, почистил, пожарил. Вообще хорошо. Ну, а вот если, допустим, что-то не получается, рыбка сорвалась, что делаем? Ну, это уже все. Это уже психи, чуть ли не истерика, не слезы. Как так стоишь, ждешь, пока она клюнет, пока подсекешь. Подсекешь неправильно, все, ушла. И не вернешь ее. Но, тем не менее, в любом случае, да, что-то удается добавить. Ну, конечно, и карпы, и караси. А вот, конечно, очень хорошо, когда не все могут заниматься рыбалкой. Ну, и что? Зато ваша супруга, допустим, или вы можете в гамаке полежать. Цена вопроса. 1100 рублей. Есть еще глубже такой большой гамак 1700 рублей. Не очень дорогое удовольствие, по сути. Вот так вот. Хотим отдыхаем, хотим рыбку. Да легко. К слову о том, какая рыбалка. А вот для этого есть прикормка. Я, конечно, не 50 лет в рыбалке, понимаете. Вот. Не думаю, что какую-то штуку я мог бы затянуть. Так достаточно далеко. Забросить. То есть, мне больше всего, что нравится. Мне нравится, когда я закинул, вот, и смотреть. И вдруг она что-то заклюет. Вот. По сути, удочки не должны быть сверхдорогими. И они в том числе здесь есть. То есть, есть и дорогие удилища, а есть и то, что дешевка. То есть, причем это все дело складывается, представляете. У всех же, естественно, есть машины, да. Вот. Вы же не сможете себе с собой забрать, там, допустим, пятиметровое удилище. О, здоровенное, представляете. Потихонечку сложили. И спокойненько вместе с собой привезли. Цена вопроса сейчас самая дорогая. Просто посмотрю, чтобы вам было понятно. Вот это самая дорогая штука. Сейчас посмотрю. Цена вопроса. Ай-яй-яй-яй. Так, что там с ценой вопроса? Ну, в пределах, там, 300-500-600 рублей. Это самая большая штука. А все остальное гораздо дешевле. Кстати, кто вам сказал, что все это дорого? Поверьте, нет. Ну, конечно, я вас понимаю. Гложет хавка типа водки и пива. Но поверьте мне. Лучше и спокойнее просто посидеть и помечтать на травушке-муравушке. Либо рядом с лункой. А, о-о-о, мне сейчас рассказали. Э-э-эй. Что касаемо удочки в сборе. То есть, что такое уд... Я вам показывал вот эту всю длину. Да, 600 рублей. Крутизна такая большая. Да, вот ее можно... Она хорошо разбирается, кстати, да. Ну, чтобы понятно было. Вот она. Чтобы понятно было, вот так она. И, в принципе, в любое место найдет. 5 метров. Вот сюда. То есть, расстояние небольшое. Вот. Ну, грубо говоря, чуть-чуть подлиннее, чем замечательный спинник. Теперь, что такое удочки в сборе. 750 рублей. Удочки в сборе включают в себя катушку, леску. Поплавок. Вот. И... И замечательную стучку. Плюс все, что нужно. Вот. Сколько это удочка вся в сборе? Сколько стоит удочка в сборе? 750 рублей. Трехметровая. Не 5 метров, но 3 метра. Тоже нормально. Конечно, все это случится. И мы не будем замерзать. Но об этом дальше и больше. Но пока охота за горами. Мы будем рыбачить. Я бы, конечно, тоже поработал по взаимозачету. Но не получается. Дело в чем заключается? Дело в том, заключается, что мне приходится за свою программу платить денежные средства. Поэтому, ребятки, вы уж сильно-сильно меня извините. Но пока у меня нету магнитогорского человека, который со мной по взаимозачету сработает. К сожалению. А так вот моя супруга уже бы хотела со мной пойти на рыбалку. Потому что мы общаемся тут с людьми. И все нормально занимаются. То есть люди и женщины в том числе и ходят на рыбалку. А что тут плохого-то? Закинул, поймал все, что нужно было. В остальном, конечно же, мне вот чем магазин рыбачок, который располагается на Галпусском социальном рынке, очень нравится. Тем, что здесь всегда что-то новенькое. Представляете? Всегда что-то новенькое. Не каждый вместе сюда приезжает, потому что, ну, сейчас попросили, сказали, вот опять новинки. Что такое новинки? Это очень большое количество блесен, очень большое количество лесок, всякие там приспособы, примочки, блесна, потом такие штуки, на которые ваша рыбка может клюнуть. Все есть, все есть. Я бы вам что-то поконкретнее рассказал, но вы же понимаете, что я не сильно большой, это рыбак, по сути, да. Вот эти штуки, они практически везде есть. В любое место заходите и смотрите. Да, везде, 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 везде есть замечательные очки. Ну, поскольку я же еще и водитель, и у меня другая передача автостоп, вот, мне они очень сильно нравятся. Ну, когда за очки надо платить 1200 рублей, я начинаю думать, может быть, я что-то неправильно понял в этой жизни. То есть, здесь максимальные очки, это 420, антиблик. То есть, берете спокойненько, заслоняете блики, то есть, и даже если кто-то вас ослепил, то есть, вот, сверху раз, и уже не то. В остальном, пожалуйста, то есть, очки от 420 до 280 рублей. Любые! Но мне вот очень сильно нравится вот желтый цвет. Вот. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Да, вот он. Вот так вот надеваете, и хорошо. И получается, что когда на улице темно, а желтый свет дает вам картинку. Вот так все и получается. Да где все это? Да это в Агаповке. А теперь ваша мысля. Maps, Google, знаете, ну или Яндекс. Посмотрите, сколько у нас озер. И побыстрее туда. Потому что я вам объясню, что там, где озеро и река, вы не думаете о сущном. И вам это главнее, чем злиться на себя, поскольку машина соседа круче. Ну, понятен результат, а? Ну, вот как-то так получается, да? Куда мы зашли и откуда мы вышли. То есть цены небольшие, то, что нужно в наличии. Вот. Кроме всего прочего, вы прекрасно понимаете, что даже не имея большое количество денег и средств, сюда просто необходимо приехать. Потому что понятен результат, да? Приезжайте сюда, покупайте все, что хотите. И занимайтесь, и не только рыбалкой в том числе.